Сегодня день прошел плодотворно для нас. Высыпали на нас сегодня около 14 пакетов рада. Один ураган, работали 152-ми и работали реактивными снарядами 252-ми. Билет длинный с большого расстояния. Потери у нас ноль. На последние пять дней у нас ноль потерь. Слава богу, сбор миловал нас. Что я могу вам еще сказать? Прилетела точка Ур. Ну, там люди разбираются, откуда она прилетела. На сегодняшний день, когда я работал в нашей артиллерии, мы о перехвате узнали о том, что погиб их один из командиров, позвонил у него Небо. Я понимаю, так Небо это у них определенное название командира, который командует определенными войсками. Потому что на этом венцине позвонил, после обеда появился другой человек, другой голос. То Небо, и тот человек, который называл Небо, разговаривал на русском языке. В данном моменте, после обеда уже на украинском. Так что. Плюс мы знаем, что у них 6,3-х, 12,2-х. И была попытка провела на аэропорт со стороны Песок. Ну, попытка была очень много садбита. Мы готовимся к их нему наступлению. И думаю, что мы защитим аэропорт. Мы перейдем на наступление. В данный момент, в данный момент, сейчас в данный момент тишина. Тишина, но я думаю, это на тишине надолго. Потому что злости у них очень много на нас. Стягивают и стягивают технику. Стягивают БК сюда. В Точке У подъезжались. Насколько я знаю, что уже с роботом несколько штук. На сегодняшний день одна прилетела в Донецк. Так что. Будем воевать. Будем продолжать воевать. Будет видно тот схем. У нас ребята готовы. Хочу я передать привет одному. Там, не знаю, или он журналист в Вене, ну, Каинске или кто. Который кричит, что я своих солдат бросаю на место. Я могу предоставить интервью с любыми моими солдатами, которые вы сами захотите. Он сразу скажет, что я связал на место с ним, а сами за своих ребят берегусь. Все равно, как я делал, это было в Аске, я делал ханжонку, хроничный путепровод для верхней крыльки. Это мои друзья, это мои, во-первых, не только мои подчиненные, но мои друзья в первую очередь. И я могу сразу сказать, что никаких потерь у нас нет. Ну, а кто пытается меня винить, что я не участвую в моих действиях, пускай достается на его совести. Я думал, он злой. Мой прочитает это интервью. Я не трус, я это все знаю. А правда, перед кем-то я не собираюсь. Тем более, перед хохлевляцкими козлами. Не буду этого делать. Всем удачи. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok